У наших соседей на юго-западе Челябинска сыщики вышли на след предполагаемой 13-летней живодерки, девочке, которая играла на скрипке и училась дома с репетиторами. А во внеурочное время, то есть на днях, примерная домашняя школьница разорвала котенка на куски, в отсеченную пасть вставила сигарету, а потом кровью истерзанного животного исписала дверь на переходной лоджии на 15 этаже. — сообщали разгневанные и шокированные изуверством жители микрорайона Академ Риверсайт. Правда, они, обнаружив истерзанного котенка, и подумать не могли, чьих это рук дело, словесно обещая тогда еще неизвестному отмороженному изуверу. Все кары земные и небесные, но именно жильцы дома, отсмотрев записи с камер наблюдения, заметили, что у девочки в липте руки перепачканы кровью. Они же в соцсетях сообщили о том, что в тот день маленькая живодерка сбросила щенка. С четырнадцатого этажа. Полицейские были шокированы не меньше обывателей, выясняя детали уму непостижимой девчачьей жестокости. По сообщению ряда СМИ, мать заставляла дочь участвовать в предметных олимпиадах. Девочка школу не посещала, родительница нанимала для нее домашних репетиторов, а по вечерам отправляла дочь на дополнительные занятия по отдельным предметам при университете. В это трудно поверить, но мать, по данным неназванного источника знаком, вроде бы догадывалась о том, что дочь находила по объявлениям и брала котов, чтобы вымещать на бедных животных свою ненависть и к ней, и к учебе. Но смотрела на все это сквозь пальцы, больше заботясь о том, чтобы дочка играла на скрипке и получала грамоты на олимпиадах. Девочку нужно было вовремя показать психиатру. Теперь этим займутся следственные органы. В ближайшее время юную живодерку ожидает центр временного содержания малолеток и частые визиты докторов соответствующего профиля.